Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет интересное видео на тему Ангел-хранитель. Кто или что бережет вас в этой жизни? Кто или что не дает вам попадать в трудные ситуации или выбираться из, казалось бы, самых безвыходных положений? Что или кто это может быть? Это могут быть действительно ангелы-хранители, это могут быть ваши ушедшие родственники, которые берегут вас и по сегодняшний день. Это может быть ситуация, когда вам подсказывает даже ваше собственное подсознание. Вот что срабатывает в целях безопасности у вас? Здесь даже две карты на один вариант, но хорошо, мы их так и оставим. То есть здесь может срабатывать какая угодная система безопасности. Вот какая она в вашем случае, это мы сегодня и выясним. Вы можете выбирать варианты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Причем вы можете это делать как просто по номеру. То есть когда люди говорят, я всегда первый или я всегда второй загадываю. Это не очень интуитивный способ, но тем не менее, особенно когда вы смотрите постоянно одного и того же торолога и у него постоянно выбираете одни и те же варианты. Но в принципе я считаю, что каждый человек имеет право делать так, как он хочет, если он этим абсолютно никому и ничему не мешает. Поэтому я уважаю ваше право выбора, но также я уважаю свое право выбора поднимать арканы в том порядке, в котором я посчитаю нужным. И это еще один интересный способ загадывания своего варианта. То есть тот аркан, который я открою 3, 5, 7, 8. Не важно. То есть вы можете выбирать для себя. Плюс вы можете просто выбрать рубашку карт, которая вас притягивает и кроме нее вам никакая не интересна. То есть бывает все. Внимание фокусируется автоматически на какой-то одной карте. Это тоже случается. Что касается ваших идей, по которым снялось за последнее время, за последние 2 месяца огромное количество видео. То есть практически каждый день выходят видео на канале общего формата. Могу отметить, что до сих пор идет набор ваших идей для того, чтобы они воплощались в жизнь. Поэтому в прикрепленном комментарии я оставлю обязательно ссылку на то видео, под которым вы можете оставлять свои идеи для общих раскладов. Но огромная просьба не писать уже то, что было до вас написано, допустим, 3-4 раза в комментариях. Потому что иногда у меня встречаются люди, которые, например, просят, а вот отношение свекрови. Отношение свекрови было за последние полтора месяца, рассмотрено очень подробно. В том числе, будет ли свекровь помогать внукам? Как относится именно к вам свекровь? То есть вот такие вещи, они были. В противном случае вы можете просто смотреть, если вы не хотите читать в комментарии, расклады из плейлиста с общими гаданиями. Я тоже на него оставлю ссылку. Тогда вы просто можете ходить, читать название видео, и что вам нравится, что вам подходит, то и смотреть. Потому что сталкиваюсь действительно с тем, что девочки пишут второй, третий раз одну и ту же тему, хотя она буквально 3-4 дня назад была опубликована. Поэтому для того, чтобы не усложнять себе же поиск, вы можете прочитать комментарий и увидеть, что если кто-то просил ту тему, которая интересует вас, и на комментарии этого человека я уже ответила, что видео готово, тогда вы просто переходите по оставленной мною ссылке и смотрите то видео, которое я сделала свеженькое. Ну а также более 300 видео, которые за последние больше, чем год, были размещены на канале, тоже всегда для вас в открытом доступе. Это я только про общие расклады. Вы знаете, вот очень часто спрашивают, а зачем расклады индивидуальные в общем доступе, для того, чтобы вы видели образцы, какие работы бывают, как я в принципе работаю, и как можно, что можно заказать для себя. Поэтому если вы захотите заказать что-то для себя, вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео. Ну вот сегодня мы с вами поговорили достаточно долго, но я считаю, что тему по поводу идей свежих и не очень для общих раскладов я не случайно осветила, и это нужно было сделать. Для тех, кто выбрал третий вариант сегодня, ну вот здесь смотрите, ложится карта очень интересная. Карта говорит просто напрямую о помощи. Причем эта помощь может быть помощью вполне земного характера. Карты говорят о том, что вам может помогать молитва и вам могут помогать люди, которые за вас молятся. Это вот то самое избавление от неприятностей и это воплощение вашего ангела-хранителя и того, что бережет вас в этом мире, того, что бережет действительно вас в этой жизни. Для тех, кто загадал четвертый вариант, он второй по порядку открытия, вы знаете, а вот здесь как раз таки ложатся очень интересные моменты, ложится очень интересный аркан, который может говорить о том, что, во-первых, если чисто на бытовом уровне трактовать этот аркан, то тогда вас берегут просто какие-то случайности. То есть вы везучий человек, у которого действительно буквально сидит и цветет пышным цветом ген удачи. А с другой стороны, то есть и ваша какая-то может быть пугливость, ваша собственная резкая реакция на какие-то внешние раздражители и внешние факторы. Но есть еще один интересный момент толкования. Те души, те ваши родные и близкие люди, которые уже ушли, которые уже пересекли вот эту границу между жизнью и смертью, они могут вас поддерживать, и они посылать могут вам иногда сигналы определенные. То есть вдруг ни с того ни с сего вы можете начать ощущать волнение, беспричинный страх какой-то. Какие-то вот знаете переживания, которые не свойственны, это является сигналом того, что вас от чего-то уберегают. На такие сигналы обязательно нужно обращать внимание. Это будет крайне полезно. Для тех, кто выбрал девятый вариант, он третий по порядку открытия. Вот здесь вы знаете, карты говорят о том, что вас оберегает умение выжидать и вас уберегает действительно умение оставаться терпеливым. То есть это ваше собственное качество. Это качество внутреннее, а не внешнее. Конечно, мы ни в коем случае этим раскладом не пытаемся говорить о том, что нет ангела-хранителя или что-то другое. Мы просто говорим о том, что играет наиболее позитивную роль в вашей жизни. Вот это умение проявить терпение, умение дождаться нужного момента, оно спасает вас от непредвиденных шагов, от необдуманных шагов, от каких-то внезапностей, которые могут действительно произойти. То есть если вы стоите и ждете действительно, когда зажжется зеленый сигнал светофора или когда наконец-таки какой-нибудь лихач перелетит через эту зебру, по которой вы должны идти, вот это вас и спасает. Ваше терпение, ваше умение видеть, где необходимо подождать. И я еще раз хочу сказать, что это ваше внутреннее качество, плюс может быть такая вот небольшая перекличка с подсознанием, но это не внешние факторы. То есть ваше спасение в самом себе, как бы это интересно и странно не прозвучало. Для тех, кто выбрал шестой вариант, он четвертый по порядку открытия. И здесь у нас ложится определенная личность. То есть здесь с одной стороны у вас может быть действительно внутренняя такая вот, знаете, тоже размеренность, внутренняя упорядоченность. Но, скорее всего, карта говорит о третьем лице. Карта говорит о человеке. Это мужчина. Мужчина старше 40 лет или мужчина, которого уже нет с вами. Мужчина может быть знака земли или был знаком земли, но при этом я всегда говорю, что я не люблю четкие параллели между Тару и знаками зодиака. Поэтому это только как косвенное наблюдение и косвенная подсказка может быть. Больше речь идет о характере. Причем, вы знаете, мужчина мог быть не очень красивым, не очень симпатичным внешне, но при этом у него была прекрасная душа, если это покойный кто-то. Если вы знаете этого человека, если он живой, то вы должны, вот судя по описаниям того, что я говорю, вы должны слушать его советы, буквально ловить, потому что он в нужные моменты говорит вам нужные вещи и вот эти его советы могут уберегать вас как раз таки от непредвиденных каких-то ситуаций, неприятностей и ненужных, необдуманных поступков. Человек размеренный, человек достаточно такой вот осознанный, спокойный, состоятельный и состоявшийся. Вот на его советы вам нужно обращать внимание. Либо если вы узнали по описанию характера кого-то из ушедших, ваших родных, то, соответственно, к нему вы тоже можете обращаться за помощью к такому человеку или можете ждать просто с его стороны действительно поддержки, даже если она оказывается из другого мира вам. Для тех, кто выбрал первый вариант, он у нас шестой, пятый, простите, по порядку открытия. Ну, а здесь, вы знаете, очень интересный аркан, очень интересный. Он говорит о том, что вас могут беречь для чего-то, если уходить в магию, если уходить именно в другие миры и в рассмотрение чего-то необычного, эзотерического, вас могут действительно оберегать даже бесы с какими-то своими целями. То есть иногда в очень сложных ситуациях вдруг вы можете либо обретать какую-то невиданную силу просто, и вы можете вдруг с каким-то животным чутьем начинать уворачиваться, уходить от опасности, которая вам грозит. Плюс ко всему, здесь есть еще один момент, который говорит о том, что ваша какая-то собственная ревность и ревностное отношение к себе относительно окружающих, вот оно тоже вас может вытаскивать. Также карта может говорить о том, что вас может спасать некий кукловод. Что это означает и что это вообще может себе, как можно из жизни представить, да, вот какой-то такой случай. Вы знаете, очень много таких ситуаций, когда буквально вот люди, находящиеся в состоянии опьянения или в каких-то вот таких измененных состояниях сознания, то есть не обязательно это опьянение, это может быть как наркотическое опьянение, так и просто невменяемое, неадекватное состояние, которое может возникать вдруг спонтанно, даже в трезвом виде, вот оно может вас оберегать, когда в вас буквально вселяется какой-то бесенок. То есть когда мы слышим рассказы о том, что пьяный выпал с четвертого этажа, встал и пошел, и все у него нормально, то есть вот из этой оперы вот такие бесы, бесы страстей, они тоже могут оказывать вам определенную поддержку. Для тех, кто выбрал у нас седьмой вариант, он шестой по порядку открытия, здесь было сразу две карты, но вы знаете, это потрясающее вообще сочетание, вас бережет ваш род, и у вас очень четко легла карта вашего рода, особенно женщина. Женщина, возможно, знака воды, но опять же, я повторю, что не стоит ориентироваться исключительно на знаки зодиака. Кстати, это может быть два аспекта, то есть это может быть как сильнейшая родовая защита на сегодняшний момент на вас, так и может быть определенный момент, который связан с женщиной, которая либо принадлежит вашему роду, либо вы просто ее знаете и по описанию вы ее поймете. Достаточно мягкая, очень женственная, такая вот девочка-женщина, да, и такой человек, который проявляет достаточно большое количество чувств, она может пугаться, она может вести себя иногда наивно, странно, смешно, ну то есть вот истинная какая-то женщина, такая вот по характеру и очень чувствительная, но вместе с тем она тоже склонна к проявлениям здорового эгоизма. Если вы таких не знаете в этой жизни, то значит такая женщина была в вашем роду и она вас оберегает, то есть к ней, какой-то усопшей родственнице в том числе, вы можете обращаться. Если вы знаете этого человека, если по описанию это ваша подруга, ваша родственница, то соответственно это тот человек, который действительно окажет вам поддержку и подаст руку, когда нужна будет помощь. Для тех, кто выбрал пятый вариант, он у нас седьмой по порядку открытия, вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что вас может беречь магия, причем магия абсолютно разного рода. То есть на вас либо может стоять защита, либо вы устанавливаете эту защиту, либо просто, если вы ее не ставили специально, то это может быть ваша сильная энергетика и ваши знания и профессионализм, если в бытовом аспекте трактовать, которая говорит о том, что ваша напористость и вовремя умение дать по газам точно так же может выводить вас из наиболее сложных и рискованных каких-то ситуаций. То есть вот такое разноплановое есть у нас пояснение. При этом еще раз повторюсь, что если вы не ставили защиту, то это абсолютно бытовое значение и это карта, которая говорит о том, что либо вы можете действительно вовремя прибавить скорости для того, чтобы оторваться от погони, вырваться из лап преследователя какого-то, фигурально выражаясь, в любом случае это ваша жизненная энергия и ваше количество ваших именно внутренних сил и количество накопленных знаний, которые помогают вам защищать самого себя. Для тех, кто выбрал второй вариант, он у нас восьмой по порядку открытия, вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что это ваши друзья, это ваши близкие люди, то есть вашими ангелами-хранителями могут быть люди, которые действительно от души к вам очень хорошо относятся и хотят, чтобы у вас все в жизни складывалось гладко, ладно и позитивно. И вот они как раз-таки могут давать нужные советы и поддержат даже в том числе и финансами. Вот сейчас начала тасовать колоду в сложный час и в трудную минуту, когда нужна их помощь. Они готовы потратиться на вас, но это те люди, на которых и вы должны будете незамедлительно, в том случае, если у них что-то происходит, взять и просто тоже потратиться своими ресурсами, деньгами, временем, энергией, чем угодно. То есть это люди вашего ближнего круга. Это действительно очень интересный бытовой ответ, но а если, если говорить о чем-то другом, то в христианстве это может быть обращение молитвами к троице или вера, надежда, любовь. Вот три святых, я понимаю, что там у них еще есть мать Софья, но тем не менее здесь карты говорят о том, делают отсыл к определенным святым именно в христианской религии. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, он девятый по порядку открытия, но вы знаете, вообще такое ощущение, что у вас вот это единственный вариант из всех, который говорит о том, что у вас вообще по поводу защиты со стороны, то есть не своей внутренней, а какой-то внешней защиты, сложилась очень странная обстановка, то есть здесь сложатся карты, которые говорят о том, что ваша собственная сила достаточно велика, но обман, изворотливость окружающих людей, людей, которые могут вам действительно лгать, вот это может действительно выбивать вас из колеи, и карты говорят о том, что кроме вас самих и вашего четкого понимания, где вам врут, а где вам не врут, вам не поможет никто, плюс ко всему в вашем случае и в вашей какой-то трудной ситуации вас может поддерживать человек, которого вы уже знаете, это либо ваш отец мужчина, либо ваш бывший супруг, но опять же, если вас ни один, ни другой не поддерживает, то это кто-то из вашего ушедшего рода, то есть тот, кто в вашем роду погиб насильственной смертью, с которым что-то случилось, то есть либо он подорвался на мине, либо он упал с какой-то большой высоты, но это не самоубийство, то есть это вот тот случай, это та ситуация, которая говорит о том, что есть в роду именно человек, к которому, если вы знаете такую историю, человека, который действительно не своей смертью умер, и это было как-то очень внезапно и, скажем так, очень жестко, вот такой человек может вас поддерживать и помогать, также вокруг вас есть маленькие вот такое ощущение, знаете, как положительные персонажи, сейчас мы вам покажем, видите, девушка летит вниз головой, ее пытаются ухватить и удержать бабочки, то есть какие-то ваши мечты, надежды, и какие-то, хотя и слабые сущности вокруг, если говорить о тонком мире, они тоже пытаются вас поддерживать, но их поддержка недостаточно, вам нужно что-то более сильное, вам нужно заиметь вот именно поддержку какого-то более серьезного, более сильного ангела-хранителя, того, кто сбережет вас действительно при сложных ситуациях в данной жизни, а я всем желаю удачи, я всем желаю благополучия, чтобы ваши ангелы-хранители не дремали, а вы не ездили, не бегали и не прыгали быстрее, чем летают ваши ангелы-хранители, всем удачи, до встречи, до свидания.